И не говори мне, что ты не искал CSGO Mobile на твой телефон. Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я покажу настоящий CSGO Mobile на ваш телефон, да и ещё, который вы можете скачать просто в фоймаркете. Поэтому, ребятки, прожмите за талли кустик, обязательно подпишитесь на мой канал, и напишите любой хороший комментарий, потому что прямо сегодня мы это сделаем. Поехали! Ну и, конечно, вы сейчас скажете, что Кент и ПК, так это же реклама. Не-не, братва, не реклама, я могу вам гарантию дать, очко мамонта стоит. Давайте так, чтобы вы понимаете, что это не реклама, я буду каждую игру перед её обзором немножко обзывать. Ну, например, про эту игрушку я могу сказать, что. Ну, эта игра немножко похожа на каловую массу. Почему? Вы ещё всё сами поймёте. Для начала хотелось бы отметить то, что в игре есть очень много непонятных кнопочек, но из этих непонятных кнопочек работают всего лишь две. Первая – это кнопочка «Играть», и вторая – это кнопочка «Открытие кисточков». И прямо сейчас мы всё это попробуем и проверим. Давайте сначала попробуем поиграть на карте «The Dust». Очень интересно, что же там за карта. Нажимай «Играть» и пои... Что? Что-что? Что-что-что? Мать моя женщина! Это что за безобразие? Если честно, у меня такое ощущение, что я вернулся в 2001 год, сейчас динозавры будут везде бегать. Это что такое? Вы посмотрите, этот графон мне реально стрёмно. Так, давайте посмотрим на АК. Что там у нас пока? О-хо-хо-хо-хо-хо! Ля-ха-ха! Окей, анимации стрельбы. А что у Ромка-то так? Я что, не оглох, уважаемая? Теперь давайте посмотрим на наш ножичек. А, ещё у него не нету. А-хо-хо-хо-хо-хо! А на пистолетичек? Его тоже нету! Тут есть тока АК. Ладно, ребят, мне, я скажу честно, эта карта не очень понравилась. Ну как-то, ну как-то так себе. Кто не знает, это оригинальная карта «The Dust 2» из CS 1.6. Она очень старая. Давайте попробуем поиграть на карте номер 2. У вас, может, это будет получше что-то. Мне так нравится, что разработчик подумал про игроков... А-а-а! Ох, блин, извиняюсь. Я просто случайно стрельнул. Мне так нравится, что разработчик подумал про игроков и сразу сделал кнопочку «Покинуть максимально сверху и максимально в удобном месте», что мы в любой момент могли выйти из этой головую массу. Я, конечно, всё, ковидал. Ну, такое я вижу впервые. Мы зашли на карту номер 2, и вы посмотрите, какой же тут графоний. А тут уже графоний лучше, чем в стенд-оффе. Обалдеть, не встать. Слушайте, ну мне, конечно, понравилось! Я упал! Нет, я хочу жить, мама, нет! О, посмотрите. Кран в воздухе стоит. Ну, а прямо сейчас мы нажимаем нашу любимую кнопочку «Покинуть». И прямо сейчас посмотрим, что же у нас там по кесикам. Давайте. Эй, эй! В смысле, видео не показано, попробую позже. Я понял, чем дело. То есть, ты смотришь рекламу, и только потом открываешь кесик. Ничего себе вы наглые! Так, ребята, я думаю, этого кс-гобайла на сегодня хватит. И мы переходим в кс-гобайл номер 2! Нет, ребята, мы не в стенд-оффе. И в стенд-оффе не вышло очередное обновление. Это Critical Strike. Очень крутая и прикольная игрушка на ваши телефоны. И если вы напишите в плеймаркете кс-гобайл, то первым в списке вам будет именно Critical Strike. Очень крутая игрушка. Единственное, что мне в ней не нравится, это, ребята, автонаводка. То есть, она сама стреляет, мать моя женщина! То есть, смотрите, я сейчас одну руку и иду, и сейчас поставлю маслину. Просто смотрите. Легчайшая для величайшего. Вы посмотрите на этот ножичек, а? Что-то он вам напоминает, да? Напоминает стенд-оффчик-то! Конечно, напоминает. А знаете, в чем дело? Потому что они, по-моему, скачали одинаковые ассеты. Что стенд-оффчик, что Critical Strike. Если честно, тут играют вообще какие-то полные нубы. У типа-то жених, нуб 69. Просто посмотрите, я вылетаю как батя. Сейчас минус 3, там, чеките. Я не понимаю, как это работает! Пацаны, кто играет в эту игру? Тут реально все такие полные нубы. Или я такой проигрок? Надоели скучные однообразные игры? Тогда тебе в Хассл Онлайн. Хассл Онлайн это бесплатная онлайн игра с открытым миром от третьего лица на Android и iOS устройство. С живым общением и дружелюбными игроками. Здесь ты можешь влиять на жизнь и развитие родных городов. Станусь депутатом или мэром. Принимай важные решения, которые могут влиять на жизни тысячи реальных игроков. Хочешь больше экшена и веселья, тогда становись на криминальный путь. Мутишь свои грязные делишки, для этого в Хассл Онлайн есть все необходимое. Собирай друзей и срази статус самых опасных бандитов района. Я частенько играю с своими подписчиками на 15 сервере, поэтому у меня для вас есть специальный промик Кент, который поможет при старте, скачивая игру по моим ссылкам в описании. Открываю супер ящик и я получаю... Это что такое? О-о-о, я получил какую-то девочку. Не, ну, чё-то вообще какая-то непонятная дичь. Из всего этого я повел только одно. Это скин на ФАМАС. ФАМАС Пэрот. Блин, кстати, как стендофе называется, прикиньте. Ну, а теперь давайте немножко даже попробуем поиграть, потому что это очень популярная игра, и я уверен, что кто-то из моих зрителей по-любому в неё играл ранее. Ай-яй-яй, моя любимая автострельба, пацаны. Я даже не стреляю. Ну, если честно, пропадает смысл игры, что если есть автострельба. Но если я не ошибаюсь, её можно отключить. Ля, какая лягчайша. Давайте-ка вот попробуем на ножичек засадить. Прям на нож! А-ха-ха! Эй! Я типа на нож посадил! Ля, кстати, братва, не обращайте внимания на мой ник. Я хотел написать Кент, не Пепа. Ха-ха-ха! Ну, просто не хватило немножко буквы. Пацаны, сюда! Ля, ребят, я ещё не понимаю, какие-то они вообще слишком слабые. Короче, игрушка реально крутая. Большой выбор всего. О, давайте, бро, хаешечку бросить. Ой, куда она попала? Куда хаешку летела? А-а-а! Блин, она по мне попала. И самое, что для меня непонятное, почему тут так много хп. Потому что тут идёт тысяча хп. Это вообще какая-то полная дичь. Ну, а прямо сейчас, ребятки, посмотрим игру под названием Counter-Strike Attack Multiplayer. Это один из самых крутых аналогов КС Гумобайла. Для начала нам надо выбрать ник. Это что за падаль заняла мой ник? Давайте напишем, Кент, ПК, не Пепа. Подтверждаем и... Что? Это кому в голову пришла идея сделать такой ник? Не, я его якобы поддерживаю, но всё равно как-то странно всё это выходит. Давайте напишу Кент, АПК и куча циферок. Вот так точно выйдет. И с миллион первой попытки мы вски прошли регистрацию. Давайте разбираться. Знакомьтесь, главное меню игры Counter-Strike Attack Multiplayer. Вам, наверное, ничего не понятно, а сейчас я всё расскажу. Давайте для начала мы перейдём в магазин. Это у нас магазин. В магазине куча разных акций скидок, лишь бы были деньги. Но нам интересно всё посмотреть на керамбитики, на ножички, и на какие-то крутые, прикольные скины. Оля, ребят, вот это сусочка, я понимаю. Я грибу Алибабу. Давайте посмотрим, какие-то красивые скины продаются. Та ты что, ребята! Магнум лор! Обалдеть, какие красивые скины. Мне очень нравится эта игра, и пока что лично для меня на лидер. Давайте посмотрим, какая же эта игра будет в игре. Блин, что-то тупая тавтология. Ладно, погнали играть. При нажатии кнопочки играть, вы можете выбрать 4 режима. Первый режим Ариен Героев, не пойми что. Гонка вооружений, командный бой и закладочки. Всё по дефолтику. Давайте начнём, конечно же, с командного. Мне очень интересно посмотреть, как же он тут реализован. Ага, выбираем команду. Ну давайте я буду играть за команду Т. О, я уже победил. Я только появился, я уже победил, прикиньте. А, всё? Я зашёл, наконец, в скатки. Даже так можно было? В стенд-оффе такого нету. Ну чё, давайте смотреть, что мы искать по графике. О, похоже на какую-то карту зон 9. Но графика тут примерно такая же, как в стенд-оффе. Я бы сказал, бы даже немножко похуже. Ля, ребят, слушайте, это интересненько. Где тут противники, где все? Погнали, мы сейчас вот найдём. Сейчас кому-то берём попочку. А чё, у нас всего лишь двое. Так, ребят, давайте найдём ещё одну карточку. Потому что тут у нас всего лишь два человека. Вообще, где-то тища не здоровая. А прямо сейчас я попробую зайти в закладочку. И самое интересное, тут тоже три человека онлайна. Такое ощущение, что игра просто-напросто мертва. Потому что нету абсолютно никаких игроков. Ну, давайте попробуем. Мало ли сейчас ещё кто-то зайдёт, пока будем играть. Давайте осмотримся на графику. Графика тут уже поприятней. Чем-то похоже на карту Мираж, если не ошибаюсь, из Кейс Гоу, да? Слушай, я бы сказал, бы это даже один... О, брат, здорово! Ха-ха-ха! Ой, почти на это вообще. Легчайше или величайше? Так, ну давайте мы пока посмотрим, что у нас есть по анимациям. Так, мне нужна анимация осмотра. Или анимация удара. Так, хочу проверить анимацию осмотра. Вау, ребятки, анимация осмотра такая же самая, как в Стэнтофе. Теперь давайте посмотрим анимацию осмотра на нашем дигле. Ля, тоже очень сильно похожа на анимацию в Стэнтофе. Зашёл командный бой, один человек онлайна. А! Зашёл он в закладочку, тут два человека онлайна. Почему так мало, где все? Ну что же, мои уважаемые подписчики, если понравилось подобное видео, прямо в эту секунду прожмите лайкусик. Обяз... Обязательно. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, с вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok